Горячее питание по определению не должно быть остывшим. В Чебоксарской администрации разбирались, почему блюда на столах школьников иногда оказываются холодными и как исправить ситуацию. Почти две сотни маленьких пациентов проконсультировали в Чебоксарах врачи федеральных клиник. В Чувашии сделал остановку теплоход всероссийской акции «Волна здоровья». Десятки творческих площадок, выставки, концерты, мастер-классы. Как прошла в столице республики культурная суббота, расскажем в выпуске. Здравствуйте в прямом эфире Вести Чебоксары. О событиях понедельника и минувших выходных расскажут корреспонденты ГТРК Чувашии и я, Анна Давыдова. Сегодня глава Чувашии подписал указ об объявлении следующего года в республике годом выдающихся земляков. Напомню, такую инициативу жители региона поддержали большинство членов общественного совета при главе Чувашии. Еще в августе был объявлен сбор предложений, касающихся символики 2022 года. Люди проявили себя довольно активными, поступило более 200 идей. А позже из них выбрали 8 самых популярных и объявили голосование в сети. В тройке лидеров оказались варианты год развития сельских территорий, год выдающихся земляков и год счастливого детства. В итоге глава Чувашии поддержал мнение большинства. Правительству региона поручено создать оргкомитет по проведению года выдающихся земляков и разработать план его мероприятий. В Чебоксарах на этой неделе начнется отопительный сезон. Как рассказали сегодня на совещании в городской администрации, к пуску тепла в столице республики приступят с 15 сентября. Первыми уже в ночь со вторника на среду начнут подключать социальные объекты и жилые дома, сообщил глава городской администрации Алексей Ладыков. Также сегодня сети-менеджер столицы республики поручил усилить контроль за организацией горячего питания в чебоксарских школах и детсада. Напомню, с этого года ученики первых четвертых классов, дети из многодетных и малообеспеченных семей получают горячее питание бесплатно. На это было выделено более 208 миллионов рублей. На сегодняшний день в Чебоксарах более 100 тысяч детей охвачено горячим питанием. За тем, как оно организовано, следят и родители. В учебных заведениях проводят дегустацию блюд и анкетирование. Несмотря на цикличное сезонное меню и учет пожеланий школьников при введении новых блюд, жалобы на питание все же есть. Одна из них на остывшую еду. Как поясняют в управлении, образования для единовременной подачи блюд в школах не хватает персонала. То есть, когда накрывают последний стол, еда на первом уже может остыть. Сети-менеджер Алексей Ладыков поручил в кратчайшие сроки представить варианты решения этого вопроса. Многое делается в этом направлении. И ремонтируются пищеблоки, и производится замена оборудования для приготовления пищи при поддержке правительства республики. И внедряются, корректируются разнообразные и полезные блюда для детей. Но те вопросы, о которых мы сегодня остановились, еще раз отмечу, в ближайшее время нужно решать. И вот официантов по необходимости. Постоянный мониторинг за блюдами. В пятнадцатый раз страну накрыла волна здоровья. Это всероссийская акция тур на теплоходе по рекам России, в которой участвуют врачи федеральных клиник. В городах выбранного маршрута они проводят консультирование маленьких пациентов. В воскресенье теплоход «Северная сказка» причалил в Чебоксарском речном порту. С подробностями Татьяна Иванова. Нынешняя волна здоровья прошлась по Каме и Средней Волге. В маршруте девять городов, в том числе и Чебоксары. Врачи уже провели более полутора тысяч консультаций. Выписали почти 500 направлений на диагностику и лечение в федеральных центрах. Большую часть детей, которых показывают, либо это генетическая патология, либо это двигательные нарушения, как последствия травмы мозга, которая случилась при рождении или после рождения. Структура эндокринной патологии в регионах не отличается от общероссийской. Преобладают заболевания щитовидной железы, преобладают проблемы избыточного веса глобально. Но нам отправляют детей сложных, иногда с орфанными, редкими заболеваниями. У нас очень много пациентов, которых мы уже прооперировали, они приходят на катамнез. Очень много пациентов, которым впервые поставлен диагноз. Много пациентов, которых мы направляем в наш национальный медицинский центр, в головную организацию, которая нуждается в каком-то высокотехнологичном обследовании, либо в наши филиалы, которые находятся рядышком. Это тоже сейчас важно. Виктория Мальцева приехала с мамой на консультацию из Ишкаралы. Девочки уже провели операцию чебоксарские офтальмологи. А сейчас необходимо обсудить дальнейшее лечение. Мы очень благодарны, что есть такой проект, что мы можем получить консультацию. И не нужно ехать в Москву. И все это происходит в Чебоксарах рядом с нами. Акция «Волна здоровья» обрела особую актуальность в период пандемии коронавирусной инфекции. Длительные поездки и социальные контакты небезопасны для больных детей. А на местах врачи имеют возможность провести консилиум по каждому сложному случаю совместно с коллегами из московских клиник. Мы находимся в состоянии постоянного взаимодействия. И у нас есть возможность сегодня браться за самые тяжелые случаи. И очень успешно лечить как детей, так и взрослых. За шесть часов стоянки теплохода в Чебоксарах московские медики проконсультировали почти две сотни пациентов. 56 из них пригласили на обследование в федеральной клинике. Татьяна Иванова, Святослав Петров, Вести Чебоксары. Меньшие недели остается до одного из главных политических событий года. Уже 17 сентября начнется голосование за кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии и Госдумы России. Какова предвыборная обстановка в нашем регионе, обсудили на заседании Общественной палаты Республики. Эксперт независимого общественного мониторинга Владимир Тимофеев отметил, что всем партиям и кандидатам были предоставлены равные возможности для предвыборной агитации. Печатные площади и эфирное время в государственных СМИ, в том числе и на телевидении. Исходя из опыта политологов, те партии, которые по максимуму использовали такую возможность, значительно увеличивают свои шансы перед выборами. Интрига в том, что впервые за долгое время в этом году есть вероятность пополнения состава и федерального, и республиканского парламентов партиями-новичками, если они получат больше 3% голосов, отметили члены Общественной палаты Чувашии. На заседании также обсудили и участие общественных наблюдателей в выборном процессе. Сейчас идет их подготовка. Осталось обучить лишь тех, кто будет работать на избирательных участках в Чебоксарах. Всего в регионе будет более 2200 наблюдателей. На каждый участок предполагается делегировать по два подготовленных специалиста, которые будут следить за ходом выборов. У нас сформированы мобильные группы. Мобильные группы в течение всех трех дней будут выезжать на участки, смотреть в случае инцидента. Они выезжают в течение, мы рассчитываем, 30 минут до УИКа. И наблюдатели, которые получают информацию от мониторинговой группы и публикуют сами информацию, что происходит на участке. Каждое, примерно, мы рассчитываем 4 часа, мы получаем от них информацию, развернутую, что произошло. Сегодня в школах республики стартовал показ детского фильма «Три солнца», снятого на средства благотворительной акции киноэкологии. 286 школ республики приняли участие в сборе макулатуры, и деньги от ее сдачи пошли на финансирование короткометражки. Картина «Три солнца» учит доброте и уважению к окружающим, а также знакомит с чувашскими легендами и традициями. Наша съемочная группа побывала в Театре юного зрителя, где прошел премьерный показ и узнала, как проходили съемки поучительного кино. Главный герой фильма – 12-летний Егор, и он не уважает ни родителей, ни учителей, а все свободное время проводит в телефоне. Чтобы научить сына доброте, родители отправляют его в деревню к дедушке, где мальчик встречает девочку по имени Малинка. Благодаря этому знакомству сознание Егора меняется, и в город он возвращается совсем другим. Главные роли в фильме «Три солнца» сыграли школьники. За несколько дней до старта съемок в Центре для одаренных детей «Эдкер» прошел кастинг, куда съехались ребята со всей республики. В итоге пробы прошли. Ученик столичной школы номер 59 Севолод Ларин и Ариадна Кротова из деревни Новые Мамеи Канажского района. Мне было интересно, очень сильно, конечно, волновалось, но было очень легко. Запомнилось, когда мы корову вытаскивали из ямы. Ну а роли взрослых сыграли артисты русского драмтеатра и актеры-любители. Съемочный день начинался в 6 утра и заканчивался в 8 вечера. Но исполнители главных ролей признаются, что процесс их так увлек, что они вовсе не уставали. Снимали фильм в трех локациях. В Чебоксарах, в деревне Новые Мамеи Канажского района и в этнокомплексе Ясно. Съемки в Чувашии, это уже был, наверное, 28 регион, где мы снимали фильм для всей страны, для киноуроков. У нас остались удивительные впечатления от доброты деревенских жителей, где мы снимали. Подобные короткометражки снимают и в других регионах страны в рамках партийного проекта «Киноуроки». Уже отснято 37 фильмов. Всего в планах выпустить 99 кинолент. По количеству месяцев, которые ученики проводят, сидя за партами в школьные годы. Нам было важно, чтобы вот эта культура, культура уважения к взрослым, культура преемственности из поколения в поколение, уважение к учителю, уважение к чувствам другого человека, чтобы было передано именно словами и дыханием нашей чувашской культуры. Короткометражку «Три солнца» покажут во всех школах страны. Такова традиция проекта «Киноуроки» – включать добрые фильмы и обсуждать их во время классного часа. Татьяна Самсонова, Екатерина Фомина, Святослав Петров, Вести Чебоксары. Чуваша в минувшие выходные впервые присоединилась к всероссийской акции «Культурная суббота». Суть ее в том, что в этот день учреждения культуры проводили выставки, концерты, показывали спектакли и мастер-классы. Причем попасть на многие из них можно было совершенно бесплатно. Только в Чебоксарах в субботу работали десятки творческих площадок. Импровизированная сцена с артистами в субботу появилась у декатров-растроителей. Зрители усадили на стуле прямо под открытым небом. Благо, погода позволила это сделать. Народные мотивы постепенно уступили место трекам современным. Публике такая программа пришлась по душе. Кстати, о зрителях. Специальных зазывалок на концерт не было. Люди, застышав издалека музыку, просто присоединялись к празднику. Конечно, среди активно хлопающих по душе большинство родителей – воспитанников творческих коллективов. Соня уже второй год танцует в суворятах. Мама пришла за нее поболеть. У новых очень много коллективов показывают свои таланты. У детей самые главные глаза горят. Они очень рады показывать свои таланты. Для тех, кто к музыке и танцам, что называется, не прикипел, художественная студия «Мир творчества» организовала своеобразный пленэр. Глядя на картины с видами города, дети вместе со взрослыми рисовали свои. Правильно смешивать краски, накладывать мазки – их учили эксперты. Мы проходили мимо, прогуливались и услышали музыку, звук детей. И вот нам стало интересно, так как любят рисовать ребенок. Мы увидели мольберта и вот решили заглянуть. Я вижу, да. К акции «Культурные субботы» в регионе присоединились большинство театров, музеев, библиотек и культурно-досуговых учреждений. Причем события прошли как оффлайн, так и онлайн. К примеру, вот так для зрителей стихи читали в Чувашском тюзе. А вот и в Русском драматическом театре артистов со сцены можно было увидеть воочию. К слову, в минувшую «Культурную субботу» выставки, спектакли и мастер-классы посетили больше 11 тысяч жителей Чувашии. В Минкульте анонсировали. Теперь такая акция будет проводиться каждую вторую субботу сентября. Евгения Зиновьева, Алиса Александрова, Сетослав Петров. Вести Чебоксары. В Чебоксарах открылся центр уличного баскетбола международного класса. Это уже четвертый подобный спорткомплекс по этому виду спорта в России. Первые три появились в Туле, Новомосковске и Калининграде. Теперь и в столице Чувашии профессиональные спортсмены и любители оранжевого мяча всех возрастов смогут бесплатно заниматься круглый год. Современные центры строятся в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ детям». На открытие побывала и наша съемочная группа. Вот так вот ловко юные игроки и спортсмены закидывают мяч в кольцо. Центр уличного баскетбола на набережной Чебоксарского залива теперь станет местом притяжения как профессионалов, так и всех желающих освоить этот олимпийский вид спорта. Это не только даже баскетбольная площадка, это некая точка притяжения, прекрасное место, проходное место. И действительно у ребят есть возможность гуляя, заходить на эту площадку, играть в баскетбол, заниматься спортом. Центр общей площадью более 5000 квадратных метров состоит из баскетбольной и стритбольных площадок. Есть отдельная зона с трибунами для болельщиков, тренажеры, места для занятий воркаутом. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Новые спортивные центры «Промсвязьбанк» строят совместно с Российской Федерацией баскетбола. По словам председателя банка Петра Фродкова, это вклад в социальную инфраструктуру региона и стимул для развития баскетбола. Два аспекта, как говорится, преследуем. Первое – это развитие, конечно, массового вида спорта, в общем, массового спорта, в том числе и среди детей. А во-вторых, это важно для региона, потому что в сотрудничестве с Федерацией баскетбола мы сюда сможем приглашать в соревнования самого высокого уровня, в том числе и международные. На церемонии открытия новой спортивной площадки мастер-класс по забрасыванию мяча в кольцо всем гостям показали серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3 на 3 – Илья Карпенков и Анастасия Лагунова. До конца года аналогичные центры ПСБ откроются в Волгограде и Тюмени. Елена Михайлова, Святослав Петров, Вести Чуваше. Такова информационная картина дня. Хорошего вам вечера. До свидания.